Всем привет! Недавно нам для одного проекта понадобилось сделать инфографику с реальным ландшафтом в каком-то месте конкретном земли и в общем мы стали смотреть какие для этого существуют возможности в Houdini В Houdini 17 на Game Development Toolset появилась такая нода, которая называется SubMapBox и мы начали с нее Значит для того, чтобы у вас она тоже появилась вам необходимо установить Game Development Toolset, который по умолчанию у вас там возможно будет всего одна кнопка вот такая вот Update Toolset, которую нужно будет нажать и у вас пойдет скачивание этого Toolset в случае если оно не идет, то надо запустить Houdini от имени администратора Значит что такое нода MapBox? Она позволяет как раз создавать примерно то, что необходимо то есть она скачивает определенные спутниковые карты, карту высот и карту диффузную и создает в результате Terrain на основе этих двух карт То есть вот у нас есть обычный Terrain гудиневский Если вот мы средней кнопкой нажмем подождем то вот у нас появится такая же у нас есть обычная карта высот с разрешением 2048 на 2048 Значит что такое MapBox вообще? Это такой интернет-сервис который позволяет пользователям читать разные спутниковые карты идете на сайт, который называется MapBox.com заходите в свой аккаунт ну то есть вам нужно зарегистрироваться, зайти в аккаунт и здесь у вас будет вот такая штука, которая называется Access Token вот такая длинная строка, которую вы просто копируете и в ноду MapBox вставляете вот в это поле IP MapBox IPK Дальше вы можете пойти вот сюда вот в шестеренку Save as Permanent Defaults для того, чтобы заново не вставлять эту штуку каждый раз сюда Итак, здесь есть достаточно ограниченное число установок Вы можете набрать LookUp а здесь вы можете просто двигаясь по карте выбрать какое-то место, которое вы хотите скачать оно у вас подставится вот сюда вот LatLong и Zoom то есть это широта, долгота и степень увеличения карты и после этого она у вас будет скачиваться и здесь есть несколько установок Height Scale то есть вы можете изменить высоту по умолчанию этой единицы то есть он будет как бы в реальном масштабе и также есть Resolution Scale то есть вы можете, например, скинуть разрешение вашего террейна вот, например, поставил 0.5 и у нас террейн будет уже 1024 ну и здесь можно немножко его там заблурить, например, Hide Data то есть там сделать его размытым если у вас там есть какие-то спайки если есть какие-то слишком уж резкие участки можно его заблурить сгладить ландшафт и также, помимо прочего здесь вот на левый выход подается террейн на правый выход подается OSM-данные OSM-данные подгружаются с помощью обычного асета OSM-импорт то есть если мы войдем внутрь вот здесь будет OSM-импорт который скачивает вот эти самые OSM-данные то есть вектор в виде дороги, дома если у вас позволяет уровень увеличения и так далее то есть всякие штуки про то, как с ними работать можете посмотреть в нашем уроке который называется Ночной город ну и здесь вот эти OSM-данные они подтягиваются на террейн то есть мы можем увидеть, что они накладываются прямо на эти самые горы и здесь, ну по сути, с помощью обычной нодырей то есть они поднимаются и опускаются на террейн и здесь можно, в общем, добавить, допустим, ресэмпл у них да, и чтобы точек было побольше и чтобы они более грамотно замощали то есть если без ресэмпла, да, какие-то могут там проваливаться с ресэмплом они то есть каждая точка будет подниматься на уровень уровень геометрии, на уровень ландшафта вот ну в принципе это, наверное, все такое основное да, вот здесь вот есть снэп, то террейн можно выключить его в таком случае это будет просто плоская картинка ну в общем такие дела у этой ноды, у нее есть несколько проблем которые не позволили ее использовать в нашем проекте во-первых, самое очевидное, да, она возвращает карту с водяными знаками в общем, небольшая проблема но тем не менее вторая проблема гораздо более серьезная дело в том, что у этой карты ограниченное разрешение она как бы скачивает карту с разрешением 2К то есть 2048 пикселей но, как оказалось, на самом деле эта карта 1024 пикселя на 1024 пикселя апскейленная с каким-то там фильтром то есть там что-то типа шарпа и если мы сейчас откроем ее в реальном масштабе, эту карту то, в общем, можно увидеть, да, что здесь какие-то появляются ну, такие как бы неприятные шероховатости ну, то есть реально она из маленькой карты попытались ее растянуть до большого размера и получилось как бы вот такое тоже не очень красиво то есть как бы близко к ней не подлетишь и вообще в общем, я стал изучать этот асет все оказалось достаточно просто вот внутри этого асета есть питон-модуль внутри которого спрятан код, который скачивает эту карту дальше я пошел читать документацию по API этого мэпбокса и дальше все как в тумане поэтому представляю вам свою собственную версию этого асета, который называется мэпбокс он стероидс и сейчас я хочу про него рассказать вы можете скачать его по ссылке в описании поставьте просто 0 в графу цена и скачивайте бесплатно значит, что здесь изменилось ну, основные настройки здесь остались те же самые есть там скейл высоты есть скейл разрешения блур этого дела есть API-кейт, который вы можете сюда вставить но помимо этого появилась возможность выбирать разрешение картинки и здесь вот у меня здесь меню где можно выбрать от 1 до 16к в принципе можно делать и 32к но я не тестировал это дело да, 16к я тестировал все нормально работает более того, здесь можно выбирать разрешение отдельно для текстуры цвета вот сейчас стоит в данном случае 4к и для текстуры height map да, то есть в данном случае 2к стоит и кроме того есть возможность скачивать маску воды которая выглядит вот так это такая черно-белая маска в котором вода обозначена белым цветом то есть дальше вы можете подгрузить ее в свой шейдер и допустим на воде там делать отражение делать всякий шум волны и так далее то есть уже можете использовать ее как хотите и будет не только океаны здесь в этой маске но и реки, которые видны если у вас позволяет разрешение и озера то есть очень полезная тоже штука она тоже скачивается отдельно дальше здесь есть возможность выбора типа вашей карты то есть можно выбрать например карту улиц карту еще чего-то и кроме того в мэпбоксе есть такая штука замечательная которая называется вот если вы за сайт зайдете которая называется студио по сути это такой графический редактор который позволяет вам собирать свой собственный вид карты из каких-то слоев именно так я сделал карту воды да то есть вот здесь вы можете посмотреть например какие разные виды вот этих карт можно создать то есть вы можете в принципе опять-таки создать свой собственный вид карты выбрать здесь map style custom сюда записать свой юзернейм а сюда записать имя вот этого стиля выбранного вами который выглядит следующим образом если вы пойдете вот у вас вы создали какой-то стиль вот здесь вы можете выбрать share and use и вот здесь в этой строке у вас вот это вот будет имя а последняя строка вот это вот длинный-длинный-длинный код до html это будет собственно говоря ваше название стиля и вам нужно просто скопировать и вставить сюда и в таком случае вы можете скачивать свой уникальный стиль для этого дела но по умолчанию здесь стоит спутниковая карта также дальше появилась галка которую можно выключить на скачивание в см данных потому что далеко не всегда они нужны они вот в старом осете они всегда скачивались и это файлы там 200-300 мегабайт которые тоже в общем занимают определенное время на скачивание и вот теперь можно просто выключить и дальше те же самые установки и пути для скачивания значит смотрите вот если здесь стандартный мэпбокс скачивает так называемый static map то есть он берет просто одну картинку сервера тянет и все и поэтому в общем есть такие есть это самое ограничение на размер этой картинки я сделал по-другому у меня тянутся тайлы то есть все спутниковые фотографии на всех сервисах хранятся в виде так называемых тайлов стандартный размер у них 256 на 256 пикселей и код который я написал он их скачивает в нужном количестве допустим вы там заказали вот такую картинку он скачивает нужное количество тайлов он их склеивает в одну карту и он обрезает под границы которые мы выбрали вот при работе вот с этой картой и штука в том что эти тайлы они скачиваются конечно долго сами можете понять у нас 256 на 256 пикселей даже просто на 4К там перемножите получите очень много тайлов и это занимает определенное время поэтому код по умолчанию смотрит вот в папке которая называется tiles cache folder если такой файл уже есть он его не скачивает а берет из этого кэша то есть вы можете сделать какой-то единый кэш для всех своих проектов и туда просто скачивать все тайлы они занимают не так много места и это будет в общем общий кэш который будет использоваться если вдруг тайлы оказались битами там что-то с сервером произошло вы можете снять эту галку use cached files и они заново перекачаются значит вот эта папка с тайлами которые выглядят вот так вот эти вот все тайлы скачанные из сервера их достаточно много по умолчанию они кодируются следующим образом то есть вот первое число это уровень увеличения второе число и третье число это соответственно широта и долгота и вот эти все тайлики они здесь и здесь важно понимать когда вы выбираете разрешение вашей текстуры и работаете с картой то у вас при увеличении разрешения увеличивается и уровень зума карты то есть смотрите вот например вот на таком уровне зума у меня карта выглядит следующим образом когда я приближаюсь карта меняет свой цвет потому что разные уровни увеличения очень часто такое происходит выглядит просто по-разному это необходимо учитывать то есть всякий раз когда вы увеличиваете разрешение он как бы идет на несколько уровней вперед зума и скачивает уже в этом разрешении мэпбокс не самый крутой сервис в этом плане к сожалению на высоких степенях увеличения какие-то тайлы могут оказаться пустыми например это очень печально но такая издержка конкретно этого сервиса и в случае например если эти тайлы оказываются на воде пустыми это не страшно потому что они заменяются просто как бы ну пустотой чернотой и потом мы можем с помощью маски воды например их убирать но иногда они могут оказаться где-то вот в центре земли тоже пустыми это будет неприятно ну это просто нужно учитывать да и если у вас там каких-то тайлов не окажется ну в общем ищите какой-то степень увеличения который позволит вам ваш участок местности загрузить в нормальном качестве ну в общем вот пользуйтесь на здоровье пишите в комментариях как можно это дело еще усовершенствовать если у вас появятся какие-то идеи и в общем надеюсь что этот осет будет вам полезен и вы сможете делать какие-то прикольные вещи если что-то не работает обязательно пишите в комментариях попробуем это исправить всем пока будьте счастливы и работайте в године первого Inc hus видите дорого а bear дорого prêt